Всем привет, дорогие друзья! Давно мы с вами не виделись. Все потому, что... Потому, кто посещает стримы, тот знает. В общем-то, возвращаемся мы к нашим обзорикам. Обзорио, обзорий и все тому подобное. Карта CGS Comp. 008. Достаточно старая карта. Маппер CGS, точнее, DEMAT. Не знаю, почему у него CGS написано. Видимо, он... Может быть, это раньше так CGS назывались. Просто CJ. Не знаю, не знаю. Кто знает, пишите в комментариях. В общем-то, давайте посмотрим. Сразу же, естественно, мы наблюдаем тайм-ресет. Который использовать на варкапе, как обычно, нельзя. Ну, его и не нужно использовать. Ну, и давайте посмотрим. Тут у нас, значит, достаточно простые прыжки. Как руку 3, так и ЦПМ. Карта проходится абсолютно без каких-либо усилий, по сути. Упасть здесь нигде нельзя. Вода везде убивает. Для более храбрых, как бы... Понятно, что можно, допустим, перепрыгнуть сразу туда. Так, я запись просто проверил. Здесь у нас небольшой косячок маппера, потому что... Эти платформы, они не на полу. Мне кажется, так не задумано. Он, видимо, просто поставил и... Как бы случайно пропустил этот момент. Ну, и ничего страшного. Здесь, опять же, все легко и просто пропрыгивается. Здесь у нас рампа, по которой мы можем сделать даблджамп и забраться наверх. А нам наверх, собственно, и надо, как мы видим. И также здесь за стеной есть джампад, который более забелен, естественно, для ВК-3. Так как в ВК-3 у нас даблджампов нету. И... Вам придется в любом случае использовать джампад. Здесь уже, если мы падаем вниз, то нас телепортируют сюда. И здесь, возможно, даже потещено. То, что вы упали, вы появились в определенном месте. По идее, вы появились при вылете, как бы, из джампада. Если отсюда начинать тихонечко стрейфить, то как раз получится, что вы перелетаете. То есть, даже если... Если у кого-то вдруг были бы какие-то проблемы со спейсингом и так далее. Я думаю, что мы, может быть, даже увидим демку, где человек специально сразу упал, а потом начинал прыгать. Ну, это, естественно, какая-то лоу демка будет. Но, тем не менее, как бы использовать такой вариант не зазорно. Потому что это означает, что ты карту изучил, ты карту узнал. И ты можешь спокойненько, как бы, используя ее архитектуру, облегчить себе жизнь. В общем-то, спускаемся мы дальше вниз. Здесь у нас, процитирую Антона, торчат письюны, которые нам очень даже мешают. Прыгать нам, естественно, надо вот сюда. Зачем делать было вот такую огромную комнату? Честно говоря, непонятно. Можно было просто как-нибудь срезать. Ну, мапперу виднее, это просто он захотел. Вот ему понравилась, видимо, эта комната. Захотел ее размножить. Здесь тоже, конечно, в плане маппинга это небольшой промах. Потому что как-то, не знаю, ну, очень часто можно падать. Особенно в ИК-3. В ЦПМ, ладно, еще можно где-то притормозить, как-то повилять. Но в ИК-3 это очень проблемное место. И, по крайней мере, для миддл скиллов. Я прямо уверен. И здесь у нас джампад, который кидает нас наверх. И сейчас я вам сразу расскажу такую историю, что мы... Когда мы падаем на этот джампад, как бы джампад-триггер, он натянут вот прямо по... Как бы по этой браши, да? По этой текстуре, так скажем. То есть вот это его высота и ширина. Если мы просто на него находим, как бы набегаем на него, То нас отбрасывает с высоты именно пола наверх. Но, если мы прыгаем на него сверху, вот так вот, То мы видим здесь оп. И этот оп абсолютно стабильный. Он ловится при джампе сверху. И еще суть в том, что вот эти платформы, они одной высоты с этим полом. То есть в ЦПМ, по крайней мере, да и в ИК-3, я думаю, можно долететь. Просто с этого падика сразу долетается этот джампад. Главное приземлиться на него именно сверху, а не сбоку, там не с краю, никак иначе. И мы будем ловить стабильно этот оп. Благодаря этому... Ну, этот оп мы специально разрешили с носом, посовещались и разрешили. Естественно, были демки с рандомными опами, Которые, по-моему, мы забраковали, Потому что разрешен был именно этот оп. Потому что он стабильный, все остальные опы по тем же правилам. Как правило, не изменяются. Юзать все опы какие-то рандомные нельзя. И многие ловили вот на этой рампе оп. Ловили вот на этой рампе оп. И те, кто на это ловил, у них было гораздо больше преимущества. Потому что она должна вам срезать скорость. А она вам не срезает. И вы, сохраняя всю скорость, просто продолжаете дальше стрейфить. Но мы в демках, я думаю, увидим что-нибудь такое. Эта рампа, она не так важна. Я думаю, здесь, если бы кто-то словил оп, мы бы вряд ли забраковали. По крайней мере, я бы спорил. Потому что никакого преимущества здесь не дало. Ну, словил и словил. Типа карта, в любом случае, с опами. Поэтому, окей. Ну, вот даже так промахнулся. Ну, и в общем-то, ловим мы... Ну, Алена. Видите, сколько скорости по часовке теряется. Ой, ну... Ну, пожалуйста. Ну, карта, пропусти. Спасибо. Без умы. Все, тихонечко пропрыгаем. И... Как бы спросите вы, а зачем этот топ? А зачем он вообще? Можно же так просто допрыгнуть. Ну, во-первых, ИСПМ выкудрил. Это очень важная часть по спейсингу. Потому что дальше нам надо прыгать и перелетать через яму. Во-вторых, этот топ дает нам около 100 упсов скорости. А это, извините меня, очень даже много. Если его словить, хорошо. Давайте я попробую. Книшировать. А, вот, ну, вот, видите, я приземляюсь просто сверху. Его не словил. Но если я прыгаю с платформы, то все ловится. И вот мы по спейсингу вот так пропрыгиваем. Вон тут я уже ножки раздвинул. Стою на финише. Собственно, перелетаем. В ИК-3, естественно, нужно приземляться сюда. И прыгать дальше туда. Хотя можно, мне кажется, и так срезать. В ЦПМ, естественно, тоже можно вот так вот срезать благополучно. И финишировать карты. Что по другим частям? Во-первых, мы видим здесь огромную площадь. Давайте я включу Snap-зоны, чтобы мне Enter потом не говорил, что... О, Стрейд без Снапа! Мы можем сделать здесь приджамп. И далее скорректировать наш спейсинг под нужную нам скорость, под структуру и так далее. На самом деле, с приджампом тут не так все просто. Потому что, если у вас... Не знаю, на чем это именно завязано будет, но... В общем, я уверен, что даже лунтик перелетал. Когда делаете приджамп, начинаете прыгать и просто падаете вниз. Перелетаете это все. И нужно что-то делать. Ты начинаешь думать. Начинаешь не добирать скорость. Если не добираешь скорость, потом там не получается даблджамп. А еще такой момент, что... Если вы хотите сделать хороший даблджамп вот здесь вот, чтобы сразу наверх вылететь. Это нужно реально постараться. Это нужно набрать хорошую скорость. И чтобы спейсинг попал прямо под... Прямо вот прыгнуть перед рампой. Нам нужно, чтобы хорошо вылететь. Не останавливаться нигде. Пролетать, допустим, вот сюда. Делать здесь прыжок и дальше прыгать. Это в лучшем случае как бы, да? Вот. Так что, ну вот, старт. Именно старт по спейсингу, по набору скорости. Он просто ужасный. Я не знаю. Я очень долго мучился. Димон помнит. Я думаю, да и все, кто может быть на стримах там бывает, тоже помнят. Может быть, не прям не очень долго. Но, честно, меня немного раздражало то, что спейсинг не подходит. И, тем не менее, я все равно перелетал. Даже скорректировав уже под себя спейсинг. Все скорости уже знал. Все равно перелетается ужасно просто. Ну, демку я, естественно, свою покажу. Я занял первое место здесь. Ну, про это место я покажу еще, кстати, демку виза в конце. Просто, чтобы... Просто потому, что она есть, как бы. Есть еще варианты. Несколько вариантов вылетания с этой рампы. Они уже более такие хардовые. Можно делать даблджамп. Очень хорошо контролировать себя в воздухе. И прилетать сразу на вот этот пат. Это не очень изи. Это все, что я могу сказать. Как бы, кто играл эту карту, прекрасно понимает, о чем я говорю. Либо можно залетать вот сюда вот. На это кольцо квадратное. Квадратное кольцо. Ааа, круто! С этого... С этой браши можно прыгнуть куда-то вот сюда на рампу. Ну, и дальше проходить. Но, опять же, этот вариант... Опять же, не стопроцентно далеко. И тоже не так уж это и легко было. Еще вариант есть... А, ну, с этой рампы... С этой, точнее, платформы мы прыгаем либо на рампу, да? И делаем, ну, делаем как обычным роутом. Делаем даблджамп и летим дальше. Либо можно прямо извернуться, так сказать, раскорячиться. Как говорил дядя Женя. И сделать рек. Прыгнуть с этой платформы сразу на эту. Перелетая, минуя вот эту рампу. Не теряя скорости. Имея большое-большое преимущество. Прямо по спейсингу. Дальше. Вот. И в демке Visa мы увидим, как он все это сделал. Какой прижамп у него невероятный. Так что, по идее, все. Как бы... Финиш там особо нечего разбирать. Единственное, вот здесь только все проблемы. В ИК-3 здесь, опять же, можно с джимпада просто перелетать примерно на вот эту тень, да? Делаем небольшой сёрт. Ну и нормально дальше у нас прокрыгивается все это дело. Как уж там, ВК-3 завязанное, я не скажу. Я думаю, мы посмотрим на демках. Вот сейчас я, видели, да? Типа, сейчас, наверное, все... А, ты говорил стабильный. Сейчас попал сверху, не словил. Я не попал сверху, я попал диагонально. Я попал на угол, где-то чуть ниже. Я не долетел. И в этом вся суть этого джимпада. Но, благо, ОП действительно стабильный. И Носф дал добро на его использование. Потому что, если бы он не дал добро, я бы эту карту точно не играл. Типа, по крайней мере, мне смысла играть, если я не могу сделать мировой рек. Нету. Если без этого ОПа был этот варкап, я бы точно не играл. Я бы все то же самое рассказал, все то же самое показал. Но я бы... Ну, моей дымки бы не было. Ну, в общем-то... Я думаю, что все. Единственное, если мы здесь падаем, мы перемещаемся обратно на старт вот этой полукруга. Полумесяца нашего. И здесь можно, кстати говоря, Димон пытался. Тут есть у нас ОП внизу. Старт таймер у нас находится вот здесь. И Димон в девмапе, там, в оффлайне пытался сделать... Я даже... Я обещал ему показать демку, но он не сделал эту демку. И он ее не выполнил просто. Он хотел с пушки, с какой-то там, с ракеты поэпичнее отстрелиться, словить ОП. Сделать... Ну, огибать вот этот телепорт. Приземляться на старт триггер. Зацеплять его. Подниматься сюда, огибая опять же телепорт. Потому что если он поднимется, его просто туда выкинет. И здесь сразу финиширует. То есть карта буквально там секунды три могла быть. И была бы очень классная демка. Но он, к сожалению, не сделал. Поэтому давайте мы перейдем, собственно, к демкам. Так. Пуплс. Нет, не пуплс. Я уже забыл, где у нас все находится. Так, ВК-3. Поехали. G3, Gix, Gux, Gix. Что-то знакомое. На самом деле, где-то я его уже видел. Сегодня без музыки. Потому что я забыл ее включить. Но я думаю, ничего страшного. Вот чувак просто не парится. Он сразу начинает... Так, секундочку. Да, запись идет. Просто начинает стрифить. Просто со старта. Видимо, такой спейсинг. Вроде как это какой-то из старичков. Насколько я могу помнить. И вот видим, да, что у него проблемы со спейсингом. Попадал на это кольцо. Залетал на 60. Ну, не знаю. Ну, можно было перепройти. Хотя, возможно, у него просто не было времени. И по письюнам он как пропрыгает. Чуть не упал. Нормально, нормально. Вот, словил оп. Сам оп непосредственно не словил. Ну, и просто прыг-скок-прыг-скок. И финишировал. Большой-большой молодец. Молодец, что отправил демку. Но можно было, знаешь, еще разочек пройти. Нормально. Булка-вилка. Гилка-дулка. 44,9. Играл он 77 минут. Демки выкутри у нас все оффлайн. Выкутри, кстати, наверняка тоже можно перелететь. Не огибать как бы старт вот этот, да. Здесь у вилки все более четко со спейсингом. Не застрял на этом, на этой рампе. И по письюнам сейчас тоже все здесь четко. У него есть роуд готовый. Он знает, куда ему прыгать. И это очень классно. Классно то, что он его нашел. То, что он для себя выбрал какой-то определенный путь. И он не старался каждый раз как-то рандомно пройти. Это тоже важно, ребят. Какой бы путь это ни был, главное, что он его для себя нашел. Ну и обычными серклами финиширует. Очень-очень хорошо прошел. Барин перебил тебя на 300. Вилка-билка-булка. Что ж ты, барин, делаешь? Бедную ложку нам. От этого. Тоже прямо со старта начинает стрифить. Видимо, такой уж спейсинг у ребят. Там падал, кстати, на падло имя спейсинга. И опять же, в его имя лучшей реализации. Ну и здесь, кстати говоря, видно, что как-то он получше, как будто бы прыгает. Вот, ажи так. Вообще, без остановок он у нас долетает. Немножко застрял на этом падике, но ничего страшного. Так и песеный, как он пройдет. Как будто с плюс лев, так и повернулся. Ну тоже, да, есть свой намеченный путь. Менее быстрый, на мой взгляд, чем у Вилки, конечно. Но, тем не менее, он есть. Ну и здесь, обычными серплами, опять же. Хоп, и финишируем. Хорошо. Скоплумене, 39,7. 5 секунд у нас теперь разрыв. Играл он 40 минут. Тан-дед клан про. Советую конфиг тебе сменить. Во-во-во-во-во. О, нифига себе. Вот это вот, это, кстати, потуга на... На оригинальность, между прочим. Как бы вы имя... Он для спейсинга... Не долетел, к сожалению, до пада. Хотя можно было, мне кажется, постараться. Он для спейсинга развернулся, попрыгал там. И срезал, получается, дугу. И вот они, грубо говоря, 5 секунд, они здесь и зарыты. И чуть не упал здесь, на самом деле. И еще здесь, если... Не, не свежет. Рисковать не стал. Ну, неплохо. Запомнили, запомнили, что этот молодой человек у нас сделал что-то необычное. И прокипоп из третьей общаги перебил его на секунду. Что и все хурили. Так, тоже интересный роут. Гораздо, гораздо быстрее его прокипоп из-за все. 9 минут сервер тайм. Здесь срезал по траектории очень хорошо. Так, по песенам. Прыскок. Как-то немножко рандомненько, мне кажется, он пропрыгал. Не совсем ожидал этого. И здесь. Ой-ой-ой, такая ошибка. Мог бы 35 сделать. Ну, прокипоп. А то и меньше. Ну, блин. Ну, неужели перепройти? Ну, прокипоп, ну, что за... Я старался, похвали меня в следующем обзоре. Как тебя хвалить, прокипоп? Что за говно ты присылаешь, блин? Вот, откровенно говоря. Ребят, вот человек реально старается. Вроде бы. Я вижу, я... Ну, я нахожусь во всех беседах. Я вижу, что он старается. Он потеет. Он нам что-то пытается сделать. И отправляет демку вот с таким фейлом. Ну, серьезно. Окей, я допускаю, что у тебя, возможно, не было времени записать еще раз. Но у тебя, на мой взгляд, достаточно просто это все получилось. И, типа, просто скорректировать потом в другой раз спейсинг, чтобы не упасть. Блин. Ну, ладно. Ну, как бы, в этом случае окей. У него здесь разница 10 секунд, он бы все равно Бирнисон из Украины не перебил. Но, тем не менее, для себя все равно приятнее и для нас приятнее, всех тех, кто смотрит сейчас. Для нас приятнее смотреть было бы демку без такого жесткого фейла. Потому что с такими фейлами присылает либо хулиган, либо ты и теперь. Все. Бирнисон топ-3. Поздравляю тебя, чувак, из Украины. Не знаю, кто ты такой. Никто не знает. Возможно, тут Декс на минималках. А может быть и нет. А, это Займ. Здорово, Андрюха. Как сам? Если смотришь, то большой-большой тебе привет. Так. Здесь у нас выкутри корни. Дают о себе знать. Он очень, в свое время, это был очень сильный выкутришник. И, как мы видим, он им и остался. Не стал ловить этот топ. Возможно, про него даже и не знал. Возможно, про него многие не знали, но теперь, я думаю, знают. И просто с отличным спейсингом. Оооо, и срезал еще. Вот это красавчик. Вот. Вот. Эталон. Вот он. Вот это, я понимаю, это круто. Это круто. Топ-3. Поздравляю тебя. Икеанекс занимает топ-2, 26.9 и стаглияти. Давайте посмотрим, где он срезал. Ну, дорожка, как у Прокипопа старта, да? Как и у всех топов, я думаю. Так. Так, здесь отлично пропрыгал. Так, по писюнам. Тоже очень быстро все получилось. Ооо, и здесь, вот он здесь. Мне кажется, музыка мой друг, говорит. Он здесь очень много срезал на финише, потому что вообще практически без остановок. Просто хоба и сразу на финиш прыгнул. Но кет, тем не менее, где-то 600 срезал. Давайте посмотрим. Топ-1 у кетов. Поздравляю тебя, кет. Мои конгратуляционы. Сделал с небольшим приджампом. Он сразу взлетел. Ну вот они, вот это вот все, что он срезал, вот оно тут. Тоже, к сожалению, без оба. И финиш тоже очень-очень быстрый. И даже обрадовался, полетел обратно. Рассказывает своим друзьям. Демки, цп, поехали. Очень классный от кета, естественно, демка. Все мы знаем, что кет лучший. Но Кианекс, конечно, тоже хорош. Ну, займ, займ отдельно порадовал. Красавчик вообще, что прислал демку. В общем-то, батя. Это у нас Нео Эдик. Цпм демки. Я их переименовал, чтобы ничего не пропустить. Полторы минуты Эдик что-то делал на этой карте. Давайте посмотрим. Ник у него. Сервер Сатанист. И почему он не смог нормально пройти, я не знаю. Сервер Тайм он только-только начал. Дабл Джамп получился. Все хорошо. Нет, не получился. Окей. Все, да? До свидания. Не знаю. Вот честно, мне хочется прямо вот отругать таких людей, которые присылают такие демки. Какой смысл вы тогда присылаете, если вы не стараетесь? Просто для галочки. Нам для галочки вот такая демка не нужна. Пусть будет на одну меньше демку, но они будут все, как бы, с людьми, которые старались эту карту пройти быстро. Мы прекрасно знаем, что Эдик нормально играет. Зачем он присылает вот такую вот фигню? И карта не такая уж прямо мега сложная. Это тебе не таймлок какой-нибудь или, не знаю, там, ростовская карта огромнейшая, где сложно сделать, типа, чистый рам. Булка, давай, порадуй нас. 28 секунд. Так, здесь отлично срезал. Доблджамп получился. Вылетел, начинал церковь с этой тени. Тени, точнее, да? По песенам нормально пропрыгал. Оп, не словил. Но все пока что чистенько. Это очень-очень хорошо. Прямо бальзам для моих глаз. Здесь тоже с первого раза пропрыгал. И, к сожалению, не стал срезать. Мог бы очень много времени срезать на этом. Но окей. Вувка лак на полторы секунды перебивает у нас булку. Тоже срезает, и все, естественно. Доблджамп получается. Тут у чувака другой спейсинг свой. Это тоже очень похвально. И словил оп, но... Но его сам оп непосредственно не словил. Окей. Здесь почти на крае вообще падал. Тоже не стал срезать этот кругляш. Ну да ладно, прошел тоже очень хорошо. Нич перебил всех этих ребят. 25,2 у него. Но здесь вот, скорее всего, вот эта разница, она как раз таки, мне кажется, именно в том, что... Это мы играли тут. В финише именно. Хотя, возможно, вот, даже так вот, да. Просто два прыжка, да, долетается. Здесь у нас деблджамп мог быть, но не получился. Скорости не хватило. По петинам пропрыгал, словил оп. Оп сам непосредственно не поймал. И дальше просто пропрыгал, скорректировал спейсинг. И да, вот он завернул, сделал лиду с пацанами просто изи. И прокипоп перебил на 800. Немножко другой уже старт, как мы видим. Более плотный деблджамп. Тип, вылетел. Словил, кстати говоря, оп, да, по-моему, вот этот рандомный срампы. Но демку допустили, так что, окей. Но он там такой, типа, не то чтобы прямо жесткий, но... Тем не менее, если бы ты... Прокипоп. Короче, не клади хуй на это все дело. Будешь класть хуй, я буду класть на тебя. Все твои демки с малейшими... Помарочками в виде рандомных обувь, каких-то несостыковых с правилами. Я буду банить жестко. Потому что не надо так относиться. Мы к вам относимся, типа... С любовью. Мы рассматриваем, мы за каждый момент боремся, нужно банить или нет. У нас нету такого, что оп, все, бан. Вот за этот оп, по идее, ты должен был получить бан. И, типа, ты должен их замечать. Все должны их замечать. Ты, 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 Сити должен их замечать. Шарлон обязательно должен их замечать. У Сити, кстати, оп, по-моему, у Миновы, оп. Но мы их, по-моему, не забанили, да? Получается, не забанили. Да, я скажу, я говорил вроде, что скажу в этом. Так вот, я говорю. Вы должны следить за этим. Вы должны видеть. Видите, что с лаверирует дом, но... Нажмите килл, блядь. Не надо проходить дальше карту. Ну, понятно, что с этим опом в большинстве случаев карта финишируется с хорошим таймом. Но не надо это делать. Ладно, в онлайне где-то, ради бога, делайте, что хотите. Типа, ну, не для варкапа. Не надо так для варкапа делать. Мы вам разрешили. Оп, с жампада классный. А вы так вот, типа, замечайте, замечайте эту фигню. У вас оп-детектор есть у всех. Как его поставить, как надо все настроить. У вас есть видосы везде в ютубе. Давайте ладом. Барин немножко перебил проки-попа. В натуре достали уже. Мы вам каждый раз-то зачем говорим, что следите, следите, следите. И вы все равно не следите. Сделайте размер себе оп-детектора в полэкрана, чтобы видеть все эти буковки. Так, по писюнам не очень хорошо пропрыгал, но попал на джампад с опом. Само, опять же, не ословил. И по спейсингу здесь все неплохо получается. Единственное, он заворачивал не сразу, а через кругляш, но это вполне себе. Вулканойт. На 300 перебил. Или если у вас есть какой-то спорный момент, не знаю, спросите меня, Димона спросите. Если мы написали, что оба разрешены, вы поинтересуетесь, что кого вообще, если мало ли, вам непонятно что-то. Через топку вперед, вообще финишировал очень жестко. Но это очень медленно, и на самом деле, если бы он просто завернул, допустим, без этого кругляша, он бы перебил восьмую неделю до эф-компса Лоли Пополиниус. Очень жаль, что не дожал. А от Лоли Пополиниус. Вот он, лакар играл, что? Очень плотный дублджамп. По спейсингу тоже здесь все у него настроено. Хороший дублджамп получился, по песенам пропрыгал, не ловил, это топ. Ну и просто завернул, 30-й, 70-й, это очень даже хорошо. На 400 перебивает его пил. Делал небольшой приджамп. Долетал до этой, нормально, нормально. Ну как небольшой, большой приджамп. Оп, не словил, красавчик. Все пока хорошо, очень сильно трясется рука. Пока идет отлично, вообще отлично идет. Я думаю, что, может быть, есть резон немножко сенс понизить. Потому что с такой уж совсем сенсой не очень, наверное. Прям вот чуточку. Я не говорю, ставьте 30 сантиметров, но... Ну, чуточку. Торнер перебил пил на 800. Ну, у пил очень, очень классно все получилось. Я думаю, он сам безумно рад, что у него так вышло. И он приблизился, грубо говоря, к Торнеру. Всего 800 у них раз. Давайте посмотрим на Торнера. Делал чуть больший приджамп. Тоже интересный ролл. Пришлось, видите, приходилось там особо не набирать, петлять везде. Потому что... Все это дело перелетается. Так, по письюнам делал даблджамп. Попадал просто на джампад. Про оп, скорее всего, тоже не знал. А в ЦПМ этот топ, он прямо, ну, очень много дает. И... Ну как, ну Торнер, ну что такое? Ну блин, ты же... Ну блин, ну чувак. Ну че за фигня? Давай, Торнер. Типа... Ты же прекрасно знал, что можно просто без к этого кругляша тебе пройти. Ну че за фигня, блин? Ой, я не знаю. Как хвалить вас после этого? 21.9 тут и Фрути сделал. Что-то он очень маленький тайм сделал, конечно. Ага. Сириус ли? Неплохо, неплохо. Окей, тут я тебя понял. Я тебя понял. Так. Прошел, конечно. Просто я не знаю. Угу. Че, получается, как бы... Я тебя, конечно, очень уважаю, скоплмны. Вот это он же сделал, да? Чтобы срезать. Но тут понимаешь, что чувак спиной прошел, поэтому... Я думал, спиной... Это приз года за оригинальность, не только карты. Потому что спиной никто не отправляет демки, типа... Нормально, короче. Димон, красавчик. Красавчик. Плюс 300 кипиш. Так, на динозавре. Нормально, даблджампит. Словил оп, рандомный на рамке. Я, по-моему, на скорости не потерял. Оп, здесь не ловил. И просто срезал. Вот кипиш. Кипиш срезал кругляш. Торнер не срезал. Вы понимаете, что происходит? Просто дорогу молодым. Шарлон занимает четвертое место из Франции. Я его Шарлон. Бонсуа. Я попробую... Скажу что-нибудь. У меня очень хорошая страсть. Как я могу видеть. О, нет. Нет. Но пилор part было очень быстро. Да, и на демо. Я не знаю, что происходит. Просто немного быстрее. Но для вашей силы я имею в виду, что это очень хорошо. третье место сити хабиб из румынии сити красава красава кря из везде хорошо хороший прежамп да, да, очень хороший прежамп вот он был тоже рандовный оп на рампе у вас рандовный оп на рампе, знаешь я думаю, что вы знаете я покажу это в минова демо но хорошая страива в любом случае спасибо за сент и шарлон тоже делал без фиджампа минова теперь внимание смотрите вот здесь и сити и минова приземляются вот на эту рампочку да, небольшую перед платформой вот на эту на эту рампочку так у меня че там все, все нормально все, все нормально приземляются на вот эту вот рампочку делаем давайте 0,1 смотрите приземляется и абсолютно не теряет скорости хотя по идее ты там должен сотку терять там около сотки это дает очень большое преимущество понятно, что как бы в их демках с их скиллом это не особо реализовано но тем не менее это рандомный опы это жесткий рандом с рампой это нужно было контролировать это нужно было видеть сити хабиб по-моему писал в комментариях про этот оп и точнее не про этот он просто говорил типа что-то там про опы что он нашел видимо в своей демке вот этот оп в любом случае ребят мы конечно очень долго спорили с димоном стоит ли вообще не банить эти демки но так как по идее я как бы ссылался на то что мы не написали что ну не отметил что разрешен оп типа именно на джемпаде у нас было просто написано что обы разрешены типа деф опки лобс 1 разрешен и все я ссылался больше на это плюс как бы для них для обоих это в плане своей типа своего места в таблице им нисколько это ни плюс ни минус и как-то ну так порешали что типа окей но договорились что я об этом обязательно скажу и про кипопа я отругал за оп который он словил после дабл джампа и большой молодец кипиш по моему да или пиулю пиу по моему да не словил оп после рампы а он скорее всего возможно видел потому что у него мой конфиг стыд в общем давайте смотрим мою демку 18.8 тут я сделал ну максимально вроде все эффективно можно конечно чуть побыстрее но я не стал заморачиваться тоже все равно видите петлять немного пришлось и вот здесь я сразу долетал до этого пада и дальше долетал до платформы по песенам пропрыгал сразу на джиппад здесь словил оп хороший даже чуть больше сотки видите он дает и здесь повернул вот на повороте можно чуть быстрее еще сделать такая вот дымуля и давайте посмотрим естественно виза так как я обещал cgs комп 15.9 виза я надеюсь что виза не против если он вдруг увидит давайте посмотрим что у нас какой прижамп у нас придумал бот на этой карте кто-то думал да сейчас туда сразу нет нет вот вот теперь пошли пошли просто офигеть дымка словил оп еще так рассчитал траекторию прыжка что зацепил самый верх после прыжка и идеально повернул естественно вот тебе 15.9 как говорится так и давайте я вам покажу бровзер по традиции в общем то вот у нас результаты демок не очень много как-то немножко подсбавили обороты у нас люди торнер получил минус 1 так ему надо тут минус 16 но тут и получает у нас за за так сказать результаты нет не тут во джеском поставить за демку спиной тути фрути получают у нас из-за оригинальность большой большой молодец ну кстати тут можно два я так понимаю оставить да да давайте я поставлю еще с кплмн сейчас я еще раз уточню давайте на две поставим две за оригинальность потому что реально вот этот вот такой шаг по идее как бы смелый с одной стороны вернуться назад чтобы срезать карту давайте я уточню точно ли это с кплмн понятно что типа у него роут неправильный но насколько это для него да до этого насколько для него это было важно вот это обнаружить так что я ставлю два импрессив делаю сохранить надеюсь с двумя импрессивами у нас сайт не сломается да вот все работает находятся они у ников так что да вот здесь вы можете рассказать друзьям в твиттере ла 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 вот это все вот сити спрашивал типа быстренький вопрос про про обы вот то что он конкретно спрашивать ему разрешили обы но типа если кто-то ловит рандомный об будет дисквалицировать или демо потому что как я говорил но я я я я постоянно я говорю вот у нас просто написано келопс ну 0 я говорил 1 до этого но заговорился келопс 0 разрешен я все-таки сторонник если как бы но я бы конечно мы все тут косякнули без проблем я не говорю что кто-то один виноват мы все тут как команда мы все косякнули и поэтому на будущее если вы вдруг разрешаем об и на карте есть такие места где еще можно ставить об естественно мы будем подписывать я думаю я надеюсь что нос будет подписывать что разрешен вот этот сука об вот этот об именно вот этот на джампаде там вот в том месте в той комнате и так далее то есть нужно людям объяснять потому что вот чтобы не было вот таких вот вопросов людям нужно объяснять я на носпу это говорил уже нужно людям давать конкретику потому что они не очень умные не все я не говорю что City тупой потому что он спросил он наоборот большой молодец то что он один из всех он один из всех просто взял и спросил я никого больше не вижу толькоburк к то беседы selber спрашивал, я пропустил. Окей, но по крайней мере он в комментариях, чтобы все заметили, чтобы Носф как минимум заметил, чтобы мы заметили с Димоном. Он спросил про эти рандомные обуви, за что ему отдельный плюсик вообще. Красавчик Сити на самом деле. Так что где демо Бригант, еще да, не прислал там было. В общем-то все, ребят. Всем спасибо, всем удачи. Присылайте валидные демки, не ловите рандомные обуви, ставьте там пальчики вверх, колокольчики, хуельчики, вот это все. И приходите на стрим, мы играем, кстати говорят, Талос DLC, там очень сложно, я очень туплю. Кто хочет, пожалуйста, милости прошу. Ну и все, всем пока. Лунтик, привет. Лунтик, привет.